Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве, в родильном доме имени Грауирмана, в семье известных эстрадных артистов Александра Семеновича Мена Кира и Марии Владимировны Мироновой. Ребенок родился 7 марта, однако родители указали в качестве даты рождения 8 марта. На тему этой даты родители даже исполнили репризу. Андрей – подарок женщинам в женский день 8 марта. В 1948 году Андрей Менакер пошел в первый класс 170-й мужской школы Г. Москвы. С конца 1940-х годов в СССР развернулась компания по борьбе с космополитизмом, местами имевший антисемитский характер, вследствие чего родители Андрея приняли решение сменить сыну фамилию с отцовской на материнскую. И в третий класс он уже пошел. Будучи Андреем Мироновым, по воспоминаниям матери, в детстве Андрей ничем не увлекался. Одно время собирал марки, потом бросил. Почти каждое лето он отдыхал с родителями в Пестове в доме отдыха художественного театра. Андрей поддерживал теплые отношения с единокровным братом Кириллом Лоскари. Их любимым развлечением было изображать джаз-банд. Кирилл играл на рояле, а Андрей на кухонных принадлежностях. Первая попытка сняться в кино. Фильмы «Садка» состоялась летом 1952 года. Попытка оказалась неудачной, отобранной сыграть в массовке. Андрей был забракован режиссером Александром Птушка, увидевшим надетую Андреем под сценический костюм рубашку. В седьмом классе Миронов дебютировал на школьной сцене. Андрей сыграл роль фон Краузе в спектакле «Русские люди» по Константину Симонову. В девятом классе он записался в школьную театральную студию, а позже в студию при Центральном детском театре. Летом 1958 года Андрей Миронов окончил школу и поступил в училище имени Бориса Щукина при театре «Им. Вахтангова». В 1960 году Миронов получил роль в своем первом фильме «А если это любовь» режиссера Юлия Райзмана.